Мы вообще работаем, можно сказать, с восьми утра до восьми вечера. Это мой город. Партнер выпуска «Лесная биржа» на Химова, 72. Сегодня я задам вопрос Наталье Черноталовой. Кто не знает, это, наверное, главный специалист вообще по туризму в Борском городском округе. Здрасте. Здрасте. Мы будем тестировать новый формат, то есть будет минимум склеек. Просто будем разговаривать, я задам вопросы, которые прислали в Инстаграм твой Бор, которые задали мне, чтобы передать Наталье, и она на них ответит. Я тут скомпоновал. То есть это получится такой разговорный жанр. Можете закрывать видео, положить телефон и просто слушать в виде подкаста. Вы пострадавшая отрасль? Да, конечно, в первую очередь. Насколько вы вообще просели в процентном соотношении? Ну, если сказать, что мы вообще сейчас ничего не продаем. А если продаем, то это аннулируется, потому что постоянно закрываются направления. Нам обещали, что с 15 июля мы полетим в курорты Краснодарского края, но полетную программу отменили до 21 числа. И непонятно, будут ли вообще вылеты, потому что карантин продлили. Какие ваши вообще перспективы как туроператора, турагента? То есть вы пока даже, наверное, не представляете, насколько вы пострадаете? Ну, сезона в этом году, как планировалось в том объеме, его, соответственно, не будет. По лучшим прогнозам мы, скорее всего, полетим за рубеж в сентябре. Курорты Краснодарского края это, скорее всего, будет июль месяц. Сейчас уже вчера прочитала тест-тур туроператор, снимает полетную программу с июля месяца. Скорее всего, все туроператоры подтянутся, и мы в июле точно за рубеж не полетим. Поэтому будет перенос сроков по турам. Давайте переходить к вопросам. Давайте. Так, в общем, зачитываю. Я просто буду зачитывать. Сейчас многие страны начинают принимать туристов, многие уже с июня, с июля. Какой ваш прогноз, когда Россия начнет открывать границы, и какие страны начнут принимать русских туристов? И сразу второй вопрос, вот же, когда откроют Турцию, стоит ли возвращать деньги? То есть что вообще делать людям сейчас лучше всего? Вчера буквально я списывалась с коллегами из Турции. Они ждут наших туристов с августа месяца. Сейчас обязательно отели Турции подтверждают свою сертификацию и получают сертификаты здоровья, которые могут именно работать в этом сезоне. Все включено остается. Единственное, там меняется формат подачи блюд. Это, скорее всего, будет обслуживание официантами. Официанты будут приходить с планшетами, вы будете выбирать. Будет расстояние между столами. Или будут блюда находиться под стеклянными витринами, что будет стоять повар. И вам будет накладывать то количество еды, которой вы захотите. Анимации также будет. Детские комнаты будут присутствовать. А на пляжах лежаки расстояние будет полтора метра. Я считаю, что это хорошие условия и хорошие варианты. Сейчас в нынешней ситуации это будет только на пользу. И здесь, в принципе, проблем с отдыхом не должно быть. А когда это, скорее всего, будет? И что людям делать? Что людям делать? Сейчас узаконены ваучеры, узаконен перенос денежных средств. Так как у туроператоров просто нет средств на возврат денег. Потому что они работают с иностранными партнерами. Они выкупают блоки мест в отелях. Соответственно, вкладывают туда деньги. И по законодательству тех стран у них уже узаконено, что они могут не выдавать, не возвращать деньги, а именно смещать сроки по турам. Поэтому у туроператора просто нет денег, ему не возвращают. А когда откроют все-таки, как ваш личный прогноз? Ну, мы надеемся, конечно, с августа. Но я думаю, что это будет не раньше сентября. Сейчас это даже по политическим, скорее всего, моментам, будут заполнять курорты Краснодарского края. А вот я насколько понимаю, то есть у нас по самоизоляции, по всему указы, приказы меняются практически каждый день. И в вашей сфере это так же или нет? У нас постоянно меняется. Вот буквально хочу сказать, что 1 числа на сайте ассоциации туроператоров ввели правило, что только в санаторий, когда туристы приезжают в санаторий Краснодарского края, нужно предъявлять справку об отсутствии ковид и справку об эпидемиологической безопасности. И что интересно, вот эту справку, ее нельзя получить в коммерческих каких-то медицинских учреждениях, ее только по месту именно своей прописки в той поликлинике, в которой ты прикреплен. Вот эти документы, они, конечно, будут очень сильно осложнять поездки, и многие просто откажутся. Ну вот 1 числа послабление было для отелей, иных средств размещения, что эти документы не нужно. Вчера читаю опять, что 4 июня опять приняли, что все, которые туристы приезжают на курорты, должны иметь вот эти две справки. Такой длинный вопрос, прям длинный-длинный. Как быть Шенгеном, если авиабилет или путевка есть, когда откроют границы, неизвестно, когда делать визу, и если не успеем ее сделать, билеты и путевки сгорят. Объясню на моей ситуации. У нас оплачен тур в Грецию, чтобы попасть в эту страну, мне нужна виза, которая делается 2 недели. Учитывая ситуацию с короной, все 3 недели ждать придется. Вылет у нас 11 сентября. Что, если скажут, лететь можно за неделю до вылета? Ее нужно все-таки делать заранее, как и планируется поездка, или не рассчитывать на поездку вовсе? Если вы купили пакетный тур, который включает в себя оформление визы, то у туроператора уже будет гарантированное обязательство, что у вас должна выйти виза под ваш тур. Поэтому здесь вообще не стоит переживать, тем более Греции дает ускоренные визы, ее можно вообще за 3 дня сделать. Именно будут проблемы у тех туристов, у самостоятельных туристов, когда откроются границы. Они уже будут сами оформлять себе визу и сами уже смотреть по своим срокам. Если вы покупаете пакетный тур, проблем у вас с визой не будет. То есть, получается, если купил туроператор, то визу делают за 3 дня, а если сам, то тогда 2 недели? Нет, а если не успевают по срокам, его могут сделать в ускоренном режиме. Греции, вот по тому году, мы за 3 дня делали через Музинидис, у них просто свои отношения с визами центра, поэтому здесь под тур уже будут делать ускоренно. До какой даты можно будет воспользоваться деньгами, которые лежат на депозите туроператоров? Есть слух, что в 2021 году это будет уже невозможно из-за страховки? Ну, страховка будет продляться, это обязательное условие работы туроператоров. Деньгами можно депозитами воспользоваться до 31 декабря 2021 года. Депозиты – это гарантированные письма, как ценная бумага, которая является именной, и она, если вы покупали тур, она сохраняется у вас именно в той валюте, в которой вы приобрели. Как правило, по курсу до пандемии это было 65-70 рублей за валюту. Сейчас, конечно, валюта намного дороже, поэтому в рублях сертификаты стали в цене больше стоить. А вы, кстати, сильно просядете от этой конечной, так скажем, ну, конечной поставщик услуг, наверняка поднимет цены, курс вырос. И вы как-то пострадаете от этого, как туроператор, как турагент? Нет, мы от этого не пострадаем. Нам, наоборот, хорошо, что не идет возврат денежных средств, потому что нам бы пришлось отдавать свое комиссионное вознаграждение. Деньги сохраняются. Я бы лучше советовала все-таки не делать депозиты, потому что непонятно, какие цены будут. Все-таки сделать перенос лучше дат, и даты здесь переносятся без доплат с сохранением стоимости. Те же отели, те же параметры, только более дальние сроки. То есть можно, то есть это два варианта уже получается, либо депозит, либо перенос дат. И вы рекомендуете перенос дат? Лучше перенос дат, потому что сейчас анализируем цены, цены выросли, ну, где-то процентов на 30. Вот еще следом вопрос. Если мы перебронировали свой тур и оставили деньги на депозите до следующего года, то должен ли наш турагент как-то документально это оформить? Я думаю, этот вопрос многих интересует, так как мне вот Турция в октябре не нужна, потому что я летаю в мае. И поэтому хочу до следующего мая отложить. Но договоренность на словах меня не устраивает. Нет, ну какая договоренность? Все, конечно, обязательно должны быть документы. К каждой заявке туроператор прикрепляет гарантийные письма, которые турагент должен распечатать. И мы делаем ДОП-соглашение к договору, где меняем сроки. Это обязательно. Как вы сейчас это делаете? Это дистанционно или люди приходят в офис? Нет, мы пока это не делаем. Мы сейчас только дистанционно принимаем письма по перезачету туров или по депозиту. А будем выдавать. Ну, просто смысла нет сейчас отправлять электронные документы. Все равно турист должен прийти и забрать это все в оригинале. Сейчас у вас получается денег, практически нет доходов, а бумажный вилокит стал больше, как у всех. Ой, мы вообще работаем, можно сказать, с 8 утра до 8 вечера. Я понимаю всех своих туристов. Спасибо, что вы у меня все такие адекватные, хорошие, потому что я просто общаюсь с коллегами, у них очень много исковых заявлений. Ну, сейчас, видите, очень много стало работы для юристов, поле не паханное. Хотя, в принципе, все эти ваучеры, переносы, это все узаконено. Смысла нет, вот сразу говорю. Только единственный туроператор, который сказал, что будет возвращать деньги, это туроператор Библиоглобус. И то им разрешили это делать после окончания пандемии, когда мы официально выйдем на работу, в течение 60 рабочих дней. Представляете, это когда у нас туристы, кто захотел вернуть свои деньги. То есть у вас ни одного риска пока? У нас нет. Надо тук-тук-тук. А если путевка выкуплена на одно имя, но ей не у вас пользователь из-за закрытых границ, возможно ли это перевести на других людей? Значит, два туроператора, которые до пандемии переносили денежные суммы на другие заявки. Это туроператор Библиоглобус и туроператор Туи. Сейчас они приостановили эту деятельность и, скорее всего, возобновят после того, как выйдут на работу. Единственное, еще туроператор и турист, он разрешает, что можно воспользоваться ваучером или денежными средствами на другую заявку, но хотя бы чтобы в составе тура был один турист по старой заявке. То есть, если жену сменил, то можно другой писать? Ну да, но хотя бы чтобы ты был. А другие нет, другие только чтобы был конкретный турист. Какие есть сведения и прогнозы на ограничение путешествиями? Это уже повторяется вопрос. Нужно ли будет делать тест на корону и потом сидеть на карантине по приезду домой? Ну, официально сейчас закрыт Краснодарский край до 21-го, но наши туристы многие самостоятельно и подчеркну, все-таки прилетают туда регулярными рейсами. Соответственно, если они прилетают без путевки санаторной, без справки на отсутствие коронавируса и справки об эпидемоокружении, они все отправляются в изолятор. А те, которые имеют документы подтверждающие, то они едут отдыхать. После того, как вы посидите в изоляторе, вы приедете домой еще две недели, посидите дома. Поэтому я не советую сейчас самостоятельно куда-то ехать. То есть это такой расширенный отпуск получается. Да, единственный плюс, то что вот в обсерваторах бесплатное трехразовое питание. Но сразу говорю, ничего там не принесешь, как многие думают. Ну ладно, я посижу. Нет, вы будете сидеть с закрытыми дверями. Если дверь открывается, там специальные, ну, пищит, в общем, ну, как сигнал, да. И к вам сразу подходит. И вы опять сидите. И последние два вопроса у меня. Ну, я так понимаю, что стоимость туров уже как бы выросла. Но тут вот спрашивают, стоимость туров упадет? Нет, стоимость туров точно не упадет. Тем более отелям и санаториям надо будет компенсировать свои затраты на те требования, которые предъявил им Роспотребнадзор. Поэтому я думаю, что скоро будет элитный отдых в Турции. И мы спустимся опять сначала, когда мы будем ездить опять в вагончики, да, у бабушки у какой-нибудь, мыться в раковине на улице. Вот я просто боюсь, что сейчас это будет многим недоступно, которые вот люди именно начали, ну, с таких недорогих вариантов отдыха. Государство вообще вам как-нибудь помогает? Ну, помимо там, понятно, выпало, да, сотрудникам, если вы оставили их на своем балансе. Еще какие-то дотации вообще будут в этой сфере? Именно вам как турагентам, туроператорам? Кроме дотации, пока мы никакой поддержки от государства не видим. Что вы получили уже? Ну, как минимальная оплата труда, вот. Поэтому, нет, можно, конечно, попробовать взять кредит, но я не хочу брать кредит, все равно его надо отдавать, пусть это без процентов. Мы пока еще платежспособны. У нас свое собственное помещение, нам не надо платить аренду. Вот, поэтому в этой необходимости сейчас пока нет. Мы держимся. Как настроил у сотрудников? Слушайте, ну, нормально у сотрудников, мы постоянно на связи. Вы знаете, уныние – это грех, да? Я все-таки такой человек позитивный, и я не боюсь ничего, я 16 лет в туризме, и пережила уже очень много и банкротство операторов, и курс доллара, и закрытие Египта, и Турции. Нас трясет каждый год. Вы знаете, вот если уже не трясет, уже думаешь, что-то, блин, что-то не то уже. Поэтому я думаю, что это просто отложенный спрос. Люди устали. Вот у меня буквально вчера уже ребенок, я, честно говорю, хотела забронировать в Сочи, полететь, снимать видео 18-го числа. Вчера уже паспорта у меня лежали, думаю, все, онлайн, покажу, как чего. Отменили туры, и у меня даже сын уже говорит, мама, я так хочу в Сочи, хотя мы никогда не были, да? Мы были, там, Мексика, Доминикана, там, Турция. Ребенок даже уже хочет. Хоть куда-то. Хоть куда-то. Вот вопрос последний. Так, сейчас надо как-то зауалировать. На российском юге цены будут пипец. Ну, везде говорят и ожидают, что будет обязательно повышение цен. Вот буквально недавно, сразу приведу пример, у меня был тур туристов в мае, которые не смогли улететь. У них был тур порядка 70 тысяч в санаторий, в отель пятизвездочный Аскайма Канжикум на 10 ночей, в районе 70 тысяч. А они говорят, ну, давай мы, может быть, рассмотрим все-таки курорты Краснодарского края. Мы посмотрели, проживание в отеле в санатории знания 75 тысяч на 14 дней. Это без дороги. Вот это разве равноценно? Поэтому я думаю, что однозначно цены будут расти. То есть наши отели воспользуются как таксисты при теракте в аэропорту, условно говоря, нажиться на этом? Ну, сейчас просто эта ниша такая вот сейчас образовалась. Если в Абхазию можно попасть за 2000 рублей, тебя как-то проведут. Сейчас я не удивлюсь, что справки будут об отсутствии коронавируса за 500 рублей. Вот. Сейчас будут просто обходить, и это будет ниша для мошенничества. Огромный такой сектор теневой экономики. Поэтому. Я просто не представляю, как они там границы проходят. Может, там тропы какие-то. А вы не были там? Нет, в Абхазии я была. Ну, как там? Ну, через речку как-нибудь переплывают. Ну, вот 2000 рублей с бабушкой какой-то там бабушкой, если договариваешься, она там агентов присылает, все. Большое спасибо за ваше интервью. Я надеюсь, что мы ответили на все вопросы. Давайте еще договоримся. Если по ходу, значит, под видео будут вопросы, то может быть, вы ответите на них? Хорошо. Все, договорились. Это была Наталья Черноталова. Ставьте лайки. Наталья Черноталова. Наталья Черноталова.